Я сейчас приглашаю как раз на сцену Игоря Сарасельского и Екатерину Дорофееву. И у них будет сегодня парное выступление. Аплодисменты коллеге. Тебе, пожалуйста. Ну, я вам отдам два микрофона, вы будете работать замечательным образом, двумя микрофонами всегда так удобнее. Ну что ж, располагайтесь на нашей импровизированной сцене. Вот ваши инструменты. Ну что ж, ближайшие полчаса ваши. Поделитесь всеми вашими извинениями. Передаю слово. Спасибо большое. Много знакомых лиц, много новых лиц. Рад приветствовать. Благодарю Наталью за приглашение. Не первый раз встречаемся в данном формате. Дискутируем. Дискуссии всегда горячие. Но мы в нашем формате X5, ни я, ни Екатерина, ни наши коллеги, не любим затягивать долго и муторными фразами. Поэтому презентация будет достаточно быстрая. Мы сегодня не будем уходить глубоко в цифры. Мы сегодня, наверное, больше проговорим про процессы, про цели, кто мы, зачем мы. Мало рук было поднято в зале тех, кто нас знает. В связи с этим, наверное, нам нужно начать с того, а кто же мы такие. Мы представители достаточно крупной бизнес-единицы в периметре X5 группы, X5 Retail, достаточно известный холдинг. И наш профиль – это готовая еда. Мы творим, мы производим, мы создаем. И мы хотим показать вам небольшой видеоролик, который нас максимально характеризует. Продолжение следует... 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 тот наш тернистый путь, который мы прошли при формировании нашей команды R&D. У нас отдельная структура, направленная на изучение рынка, создание продуктов. И мы буквально в прошлом году претерпели значительные изменения в структуре данного подразделения. Добились, я считаю, колоссальных результатов. В зале сидят наши, в том числе, партнеры, с которыми наша команда R&D плотно работает. И фотографии нашей команды. Вы видите, что ребята все молодые, ребята все профессионалы, все вовлечены. Об этом мы поговорим в процессе презентации. Сейчас, Екатерина, тебе слово передаю. Спасибо большое, коллеги. Всем добрый день. Поговорим сегодня, как Игорь уже сказал, о нашей команде и о нашем подразделении R&D, чем она занимается, за что отвечает, из кого состоит. Все знаем, что практически на каждом производственном предприятии есть подразделения, которые занимаются разработками и исследованиями. Даже есть такое страшное слово неокр. Комната больше касается уже такой тяжелой сферы машиностроения. Если говорим о легкой пищевой промышленности, то, конечно, называем уже более современно R&D. Давайте посмотрим, какие задачи R&D решает у нас, потому что на самом деле, в зависимости от цели бизнеса, состава его, эти цели и задачи могут меняться. Что мы делаем? Мы изучаем рынок готовой еды, что у нас представлено на полках конкурентов, потому что мы разрабатываем нашу продукцию для наших торговых сетей. Для торговой сети Перекресток и торговой сети Пятерочка. Мы очень тщательно изучаем, понимаем, что нужно потребителю. Соответственно, понимаем, что есть ассортимент сезонный, есть ассортимент, скажем таки, венья моды, есть ассортимент постоянный. Как раз про то, о чем сегодня много говорили. Тот же оливье, селедка под шубой, винегре, то, что люди будут есть всегда. Но тем не менее, опять же, можно сделать немножко по-другому, изменить рецептуру, заинтересовать людей. При этом мы понимаем, куда рынок движется и какие тренды у нас есть. Мы предлагаем уникальный продукт. Да, действительно уникальный, потому что важно же сохранить доступность, доступность именно стоимости этого продукта. То есть не так, чтобы продукт просто был красивый, вкусный, он должен быть еще доступен потребителю, потому что это важно для торговых сетей. Мы запускаем наш продукт не только на собственной фабрике кухни, мы запускаем на фабриках-партнерах. Я знаю, что есть здесь представители наших партнеров. И очень важно, что мы делаем это непосредственно на фабрике-партнере. То есть мы не разрабатываем рецептуру у нас и, собственно говоря, приземляем ее. Мы сразу это делаем там, для того, чтобы это было максимально адаптировано. Здесь надо немножко внести уточнение. Вы видите, что мы не употребляем слово поставщики. Мы перешли то состояние, когда мы работали с поставщиками, и перешли формат, когда мы работаем с партнерами. Партнерство подразумевает взаимовыгодные условия. О них мы расскажем чуть дальше. Да, спасибо, Игорь. И, собственно говоря, для наших же партнеров, и для наших торговых сетей, и для наших партнеров мы осуществляем аудит-контроль. То есть мы помогаем сделать так, чтобы тот продукт, который наши клиенты в лице торговых сетей попробовали на дегустации, тот же самый продукт поступал на полки магазинов всегда. Теперь немножко поговорим о нашей истории, потому что мы понимаем, что организационная структура компании – это не некая константа, которую мы сформировали при запуске. Она есть всегда. Это то подразделение, которое меняется в зависимости от того, как меняются цели, задачи работы компании. Вот первое, что мы видим, соответственно, слева – это та структура, которая у нас существовала до недавнего времени, полгода назад она изменилась. То есть у нас управляющий директор бизнес-единицы, у него в подчинении был руководитель центра инновации, это был такой, скажем, центр управления полетами, который задавал весь тон, который говорил, какой будет ассортимент, сколько это будет стоить, как это будет упаковано, соответственно, как это предложить потребителю. А производство у нас было в параллели. И говорить о том, что там одна структура хороша, а вторая не хороша, мы так не будем говорить, потому что все меняется, и в зависимости, опять же, от меняющихся целей мы используем ту или иную структуру. Могу сказать сразу, что управление ассортиментом, как бы разработка ассортимента, этим занимался как раз-таки центр инноваций. Здесь есть, как в любой структуре, свои, не знаю, там, минусами, ну, наверное, какие-то там подводные камни, да, их лучше назвать. Вот, дело в том, что данное подразделение было достаточно сильно оторвано от других, да, в коммуникации, и разработка, она шла без учета особенностей производства партнеров. То есть разрабатывали на нашей фабрике кухня, вот, потом приземляли на фабрику партнер эту рецептуру. Не всегда это было успешно, потому что мы понимаем, что разные линии, да, соответственно, разные расстояния, разные люди и так далее. Сейчас структура выглядит следующим образом, да, у нас есть директор производства, Игорь Старосильский, собственно говоря, и в подчинении у него в управлении есть и производственная структура, да, и есть и РНД. И мы сейчас разрабатываем рецептуры по запросу от торговых сетей, то есть торговая сеть нам говорит, что они хотят, да, как бы, соответственно, мы этот запрос обрабатываем, запускаем на месте, да, то есть запускаем либо на собственной фабрике кухни, если мы дальше производим этот продукт у себя, либо мы его производим на фабрике, запускаем на фабрике-партнере, да, если он будет производиться дальше там. Ну и, соответственно, осуществляем тот же самый аудит-контроль. Я здесь немножко дополню. Мы отрабатываем запрос торговой сети, получаем вводный, но торговая сеть не приходит к нам с запросом, нам нужен салат оливье. Торговая сеть приходит к нам с запросом, у нас есть потребность категории майонезных салатов, с мясо содержащим продуктом, с рыбосодержащим продуктом. А что это за конкретно по ЛИУ? Как она называется? Как она выглядит? Во что она упаковывается? Какие у нее целевые сроки годности? Какие вкусовые органолептические показатели? Это все находится в рамках компетенции R&D. И, соответственно, заказчик говорит, где его квота на полке. И R&D дает ответ. Вот продукт, который нужно поставить сюда. Да, спасибо, Игорь. Ну и, собственно говоря, поскольку я являюсь HR-директором, вот, X5 Radio Food, очень хочется поговорить про мотивацию, может, поделиться таким лайфхаком, да, для тех, кто, собственно говоря, разрабатывает, запускает продукт, да, и продвигает его в торговых сетях. Сразу хочу сказать, что данная схема, она работает, если, например, у вас в вашем бизнесе есть внутри производство и торговая сеть, да, через которую вы реализуете этот продукт. Либо это какие-то партнерские отношения, такие, как у нас внутри X5, да, соответственно. То есть мы все-таки внутренние, это наши внутренние клиенты, да, наши торговые сети. Если это отдельное производство и отдельная торговая сеть, то, скорее всего, ну, здесь можно, конечно, договариваться, он такой достаточно более долгий путь получится. Значит, запрос на разработку продукта нам дает торговая сеть. Мы продукт разрабатываем и организуем дегустацию, да, для того, чтобы ключевые стейкхолдеры из торговых сетей, для того, чтобы они попробовали, оценили, ну, и там дали свое согласие, либо сказали, не дорабатывайте еще. Далее мы этот продукт производим и осуществляем технологический контроль. Все, что касается наименования продукта, как он будет называться, как сегодня говорили, там, да, пуховик под шубой, там, селедка под шубой, как он будет упакован, да, там, не знаю, в прозрачную пленку, непрозрачную упаковку, сколько он будет стоить, где он будет лежать на полке, этим всем занимаются торговые сети, да. Это вот такая структура, она работает сейчас. Анализом продаж также занимается торговая сеть и дальше дает нам уже какие-то рекомендации, да, что-то, может быть, там доработать, что-то еще разработать и так далее. Так вот, фишка в том, успех в том, когда у двух подразделений, которые занимаются выводом продукта на рынок, это R&D производство и это маркетинг торговой сети, да, у них есть сквозные ключевые показатели эффективности, что они вместе отвечают за вывод этого продукта. Если этого нет, то на каждом из этих этапов может быть сбой, да, как бы, и продукт, ну, не будет выведен вовремя или будет выведен не в том виде, да, не в том качестве, которого мы хотим, да. То есть здесь очень важно завязывать мотивацию двух подразделений. То, которое занимается непосредственно наименованием, упаковкой, да, как бы, то есть каким-то внешним оберткой, да, скажем так, и те, кто занимается все-таки вкусовой какой-то составляющей, качеством продукта и так далее. Вот, очень важная такая вещь. Ну, и давайте посмотрим на нашу команду, команду R&D в цифрах, не в лицах. В лицах мы видели на первом слайде, это в цифрах. Хочу сказать, что, ну, очень много же существует разных, не знаю, там, теорий о том, как собирать команду, как формировать, какие люди в ней должны быть, там, ориентироваться на лидера или нет, должно ли у всех, там, не знаю, быть высшее образование или нет, да, какие требования мы предъявляем при найме людей. Посмотрим, как выглядит наша команда. Средний возраст сотрудника команды R&D 36 лет. То есть люди достаточно молодые. 80% мужчины, 20% женщины, но, скажем, это такой у нас как симбиоз, Ибель дальше потом расскажет, да, все-таки технологов, там, из ритейла, из производства и хоричных специалистов, да, шефов, хорики, ну, часто, чаще всего мужчины. Средний стаж работы Total 14 лет и средний стаж работы в X5 2 года. Это очень немаловажный такой показатель, потому что команда пересобралась полгода назад. Ну, то есть это люди, которые были когда-то в центре инноваций, и они остались. Это люди, которые работали на фабрике, там, шеф-повар, бренд-шеф, и они перешли в подразделение R&D. То есть, в принципе, учитывая, что подразделения существуют в текущем виде полгода, это очень хороший стаж. Высшее образование, мы видим, да, есть не у всех. Это 67%. Конечно же, мы, как HR, стремимся там повышать уровень своего персонала, да, чтобы они были обучены, так далее. Но это не является как бы панацеей. И профильное образование у 53%. Да, мы понимаем, что есть, ну, скажем так, есть, может, не очень удачная метафора, да, но, тем не менее, есть мозги, есть руки, да, есть те, кто разрабатывает там технологии, да, есть те, кто это приземляет и работает руками. И это практика, в первую очередь, да. Если мы возьмем, там, не знаю, шеф-повара с тремя высшими образованиями, но он не будет иметь готовить, у него не будет суперпрактики, да, у нас ничего не получится. Поэтому, конечно, мы здесь делаем упор на то, что это люди с хорошей практической базой, да, с руками люди, умеющие готовить, любящие свое дело и так далее. Передаю дальше слово Игорю. Ну, на что стоит обратить внимание? Смотрите, важные цифры. Средний возраст 36, а средний стаж работы 14. О чем это говорит? Это говорит о том, что почти вся команда начала работать ручками и головками еще в достаточно молодом возрасте, чуть-чуть перевалив за 20. Это значит, это подчеркивает то, что ребята изначально понимали, чем они будут заниматься в жизни, их цели были выстроены уже далеко до момента прихода в X5. Но, в целом, то, что отличает нашу команду достаточно сильно от того, что я видел на рынке, я тоже вышел из линии поваров, шеф-поваров, брендшифов, потом ушел в операционку, и мне это очень близко. И то, что я ценю в нашей команде, это нестандартное мышление. Что подразумевается? Регламенты, сроки, процессы. У нас не так. Есть задачи, нужно выполнить. Для крупного бизнеса, тем более такого, как X5, это, ну, сами понимаете, это достаточно серьезная ломка головы о том, что сначала ты понимаешь, что тебе нужно выполнить задачу, потом ты это дружишь с тем, что есть некие процессы, которые нужно соблюсти, но при этом успеть все сделать. Только за счет нестандартного мышления. Высокая вовлеченность. Ребята действительно понимают и любят то, что они делают. Мы сталкивались и в X5, и в команде инноваций с рядом сотрудниками, которые работали за зарплату. Они приходили, они делали, они делали то, что им говорили, но качество их работы было значительно ниже того, что делают люди вовлеченные, заинтересованные. У ребят огромный теоретический, практический опыт. Да, кто-то учился на теорию, у нас есть технологии, узкопрофильники, которые связаны с молочкой, сырами, кто понимает этот рынок, я этого ничего не знаю. А есть практики, которые вкусно готовят, которые знают, при какой температуре идет ненатурация белка и не более того, из теоретического курса, но знают, как сочетается продукт, температура и вкусовые характеристики продуктов. Широкий круг общения, профессиональный, ну, конечно же, это двигатель в том числе развития. Ребята общаются, рынок шеф-поваров, многие из нас, из нашей команды вышли с рынка Хорики, как и я в том числе, а рынок Хорики, он же все-таки, так скажем, быстрый, стремительный. Ритейл намного медленнее, чем Хорика. И все новинки, все идеи, все какие-то концепции, которые рождаются в Хорике и даже не добегают дистанцию до реализации, за счет широкого круга общения, все общаются, кто-то, оп, и с Хорики в ритейл затянули. Появилась идея, встала цель, давайте попробуем, давайте поэкспериментируем, побежали, сделали. У нас есть внутри производство, такое понятие, как люди в черном. Оно родилось, и вот People in Black, оно родилось 20,5 года назад, началось, родилось оно с меня. Все, наверное, привыкли, что пищевое производство, это форма, форма поварская, поварская форма белая. И вот все белые ребята ходят в огромном количестве, по фабрике в 26 тысяч квадратных метров, сливаясь со стенами белой плитки. И действительно появился человек в лице меня, который пришел, и мне было жалко, так скажем, оставлять дома свой поварской китель хорошей фирмы, там, импортной, и он был черный. И с меня пошла история, люди в черном. Появились технологи, потом R&D, и вот сейчас вся команда отличительные черта, это люди в черном. Это ребята команды десант, разработчики, те, которые десантируются в производство, их видно, их слышно, и работа их видна в том числе. Можно следующий слайд? Оптимальный симбиоз хорики ритейла. Как я сказал, это крайне важно. Если ребята были бы только ритейловцами, они бы жили в рамках мышления ритейла, не более. Если бы ребята были вчерашние хорийники, как оно и есть, но они уже адаптировались, все зависело от того, что это за люди. Кто-то очень быстро переформатируется, кто-то очень долго, кто-то даже не может переформатироваться, и, к сожалению, не выдерживает тех процессов, в которых живет ритейл, и уходит. Вот наша команда как раз-таки это и собранная с ребят в большей части из хорики, которая смогла быстро, эффективно адаптироваться под запросы ритейла. Скорость разработок и понимания запросов от наших заказчиков – это залог успеха. То есть быстро встать на одну волну с заказчиком, понять, что нужно, даже если заказчик сам не до конца понимает полностью сформулированное ТЗ. Значит, нужно подвести, предложить, показать, объяснить, почему именно так, получить подтверждение и бежать в дистанцию создания. Гарантированное качество. Здесь мы коснемся вот как раз-таки то, о чем сказала Екатерина – это аудит-контроль. Те, у кого были командировки за границу, все понимают, что такое экстра-контроль, да? Когда производитель платит денежку за то, что на заводе, с которым он получает сырье, сидит дверенное лицо, которое контролирует процесс. Ключевое слово – контролирует. А мы пошли по другому пути с партнерами. Наша цель – не контролировать, бить по рукам, наказывать. Наша цель – не допускать, предотвращать. И мы оказываем, в первую очередь, помощь. Помощь в предотвращении потерь, как у наших партнеров при производстве, так и, так скажем, наших рисков по потенциально выпуску продукции, не соответствующей тому уровню качества, который был задан изначально. Не хотим мы уходить в бюрократию, формализировать процессы. Мы минимизируем, в принципе, коммерческий подход. Вот. Торговые сети и ритейл, он живет по принципу коммерческого предложения. Лучшего коммерческого предложения. Да, и многие коммерсанты живут по принципу, к сожалению, первая цена на полке. А что же там за этой первой ценой кроется, остается загадкой. Вот мы как раз-таки идем с минимизацией коммерции. И при формировании нового продукта мы учитываем всестороннее его качество. Мы не смотрим на входящую цену на сырье. Мы смотрим на то, что за полуфабрикат и сколько стоит полуфабрикат из этого сырья. Если это продается, если это востребовано, почему бы и нет. Как я сказал, мы не хотим быть помощниками, не хотим... Мы хотим быть помощниками, а не быть контролерами. Мы развиваемся сами за счет нашего широка круга коммуникаций. И мы не держим это в тайне. Наших партнеров мы информацию транслируем. Где-то что-то мы черпаем от них, что-то они черпают от нас. Идет обоюдное развитие, что в любом случае взаимовыгодно. Создается стандарт продукта. Этот стандарт утверждается. При разработке продукта на партнерской площадке или на внутренней площадке учитываются все нюансы как технологического процесса, так и оборудования, на котором далее будет производиться. То, о чем сказала Екатерина чуть ранее, до образования данной команды R&D, процесс подразумевал то, что создается на сковородочке блюдо. Жарится мясо с овощами на обычной индукционной сковородочке. Потом делается рецептура, отдается контрагенту, бывшему, ныне партнеру. И партнер делает проработку, у него ничего не получается. Качество продукта совершенно другое. Да потому что здесь сделали на индукционной сковородке, а здесь нужно сделать на сковороде аббата, емкость там 100 литров. Ну это вообще другая технология, другие температуры, другие целевые показатели. Поэтому мы перешли в формат проработки на местах. Хочется привести пример не только создания продукта как готовой продукции, но и про нашу коммуникацию и партнерское отношение к нашим поставщикам. Сырья. Расскажу я вам краткую историю прошлого года. Она достаточно интересна. Вы, надеюсь, поймете логику мышления и почему мы пришли к этому. Весь ритейл работает с консервированной горбушей. Да? Баночки горбуши для салата мимоза. Известный продукт, все классическое. Но когда объем данного продукта вырастает в переработке до каких-то там значительных объемов, то как-то устаем мы открывать эти маленькие железные баночки. Да? А баночки могут быть максимум 500 граммов. Да? Компания Доброфлот это единственный завод на Дальнем Востоке, который производит качественное сырье и готовый сделать под заказ баночку. Но 500 мл. Все, больше никто не сделает. Хорошо, даже если на 500 мл баночка, а потребность в сутки 800 кг-тонна, сколько человек или сколько времени человек должен открывать эти баночки? Это трудозатраты, а трудозатраты это деньги, а деньги это эффективность, а время это процесс. И вот мы сели и поштормили о том, что нас больше эта история не устраивает. Мы дошли до тех объемов, когда нам либо нужно выставлять толпу людей, чтобы они сделали это быстро, либо нужно ставить одного пехотинца, который будет круглосуточно открывать баночки, даже при помощи пневморсконсерватора. И тут, в силу своего раннего, более раннего работного опыта, я вспомнил, когда я ездил в командировку в Китае и Шри-Ланка, и был такой продукт, он встречался мне на глаза, как тунец консервированный, но упакованный не в ЖБ-банку, а в металлопакеты. И в голову пришла идея, почему не сделать горбуш в металлопакете и не создать этот продукт для рынка, не только для себя, но и для рынка. Мы проанализировали рынок, такого продукта на рынке не оказалось на территории Российской Федерации, неважно, ни на нашем ЦФО, ни на Востоке, нигде. И никто на Востоке не хотел браться за разработку данного проекта, данного продукта, потому что в него никто не верил. Мы сказали, какой объем вы возьмете? Мы объявляли свой объем, мы говорили, ну вы же создадим продукт для рынка, не только для нас. Нет, 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 вот когда рынок весь подпишется кровью, возьмет объем, вот тогда пойдем создавать. Все, понятно, утопия. Нашли мы на московском рынке достаточно известного переработчика красной рыбы, с кем мы уже сотрудничали, мы понимаем надежность данного поставщика, мы общаемся на уровне владельца данной компании, и при встрече, при переговорах он услышал, сказал, классная история, класс, все, я с вами. Владелец сам улетел на Восток, наладил поставки горбуши свежемороженой на Москву, здесь мы на его площадке вместе с нашими R&D провели проработки, технологию, обкатали, первые там спотыкались первые разы, но не сдавались, шли дальше, и по прошествии какого-то времени мы запустили пилот, пилот этот реализовывался у нас на производстве, мы принимали горбушу, да, это был не металлопакет в итоге, это был вакуумный пакет, но кратность пакета была 3 килограмма, и соответственно потребность в открывании баночек, там убийстве пневморосконсерваторов, ну не убийстве, а ресурсовое уменьшение имеется ввиду, трудозатраты сократились. Мы обкатали этот пилот, катали мы его не так долго, потому что он взлетал достаточно эффективно и быстро, и на данный момент, после того, как мы начали масштабно это использовать, в силу того, что мы общаемся с большим кругом поставщиков, в частности крупные дистрибьюторы московские, там, ну не будем называть, но это крупные производители, с которыми также общаемся, мы в свою очередь как благодарные потребители, которые в том числе приняли участие, мы дали рекомендации по данному продукту, крупным дистрам. Дистры сами пришли к этому производителю, и сейчас этот продукт поставляется в крупной торговой сети. Вот таким образом, партнерским подходом, мы решили свою задачку, и при этом очень круто, экономически, развили нашего поставщика сырья, которого мы считаем своим партнером. Вот такая краткая история, и я призываю всех идти ровно с этой же логикой, если вы закрываете свою потребность, пытайтесь ее закрыть решениями, которые будут взаимовыгодны и эффективны не только для вашей торговой сети, но и для рынка в целом. Пару вопросов. Что-то так удивительно для меня. Для меня на самом деле было ощущение, что как раз будут коллегам вопросов, но я хотела бы здесь как раз мы когда готовились как раз к этому выступлению, я как раз говорила о том, что мы привыкли жить в парадигме конфликта ритейлера и поставщика. И вот эта парадигма, на самом деле, она в какой-то мере проявилась на нашей предыдущей дискуссии, когда мы не видим зачастую вели для всех. вот то, что для всех в итоге становится полезным. Мой лозунг по моей жизни, это вот в рамках работы в том числе, это 1 плюс 1 равно 3 и более. И вот если у нас с вами будет получаться запускать вот такие истории, когда всем от этого хорошо, как бы не хотелось к этому скептически относиться, но позитивную энергию мы можем создавать только в ситуации не противодействия, а нахождение вот этих совместных выгод. И нас просто очень долго воспитывали, что не может быть всем хорошо. Правда? Ну, на самом деле, так воспитан, наверное, ритейл. Повторюсь, опять же, хорика немножко это другой рынок. В хорике подход к поставщикам отличается. То есть, конечно же, там лучшая цена правила, оно существует, но все-таки формат коммуникации и скорость коммуникации с поставщиками между ритейлом и хорикой колоссальная разница. Можно я немножечко тоже добавлю, да, здесь вопрос не в том, кто виноват, ритейл или нет, а дело в том, что у ритейла есть свои цели и задачи, им нужен продукт, который желательно продает себя сам и по оптимальной цене, как бы у них цель такая. А мы хотим все-таки от этой коммерциализации немножко уйти, и показать, что не только через цену нужно смотреть, нужно, покупатель же все равно он понимает, что если там продукт будет стоить чуть-чуть дороже, он будет гораздо лучше по качеству, он будет гораздо вкуснее, как бы, конечно, он купит его, поэтому здесь вот задача, Наташа правильно говорит, задача получить все-таки там вин-вин, да, как бы там взаимоотношения. Задача сложная, но, кажется, мы вот ее решаем, да. Спасибо большое. Ну что ж, если вопросов нет, то я сейчас отпускаю коллег. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok